Вот когда вы заговорили о разных масштабных фигурах, я подумал, у меня мысли пошли к Виктору Орбану, который всё-таки довольно-таки суверенно себя ведёт. Плюс я подумал, тогда получается, что некоторые страны Европы в более выгодном положении находятся, чем другие. И может ли это привести к тому, что, условно говоря, вот та же Германия, которая считается крупнейшей экономикой Европы и самым влиятельным государством Европы, она потеряет свою индустрию, соответственно, свою мощь, и какие-то новые центры силы в Европе появятся? Это совершенно очевидно. Что касается Виктора Орбана, то этот человек вызывает огромное уважение, вне зависимости от того, что, например, я не очень разделяю его политические взгляды, но этот человек вызывает огромное уважение. Что касается Германии, то все тенденции, которые сейчас там проявились, прежде всего связанные с отсутствием доступа к углеводородам по нормальной цене, они уже сейчас ведут. Вот мы уделяем слишком много внимания социальным аспектам этого. Да, это важно, потому что, конечно, образ жизни немцам придется менять. Но это наглядно еще для обывателя. Наглядно это несколько нас пугает, но главный кризис не в том, что немцу придется мыться всего там два раза в неделю, а главный кризис в том, что происходит доиндустриализация, происходит закрытие целого ряда предприятий, которые были, даже отраслей, которые были опорой германской промышленности, прежде всего химической промышленности, прежде всего уже даже это перекинулось на некоторые отрасли машиностроения. И с этой точки зрения, конечно, будут выигрывать те страны, у которых есть своя энергетическая база в пределах национального политического суверенитета. И здесь, конечно, мы не можем не вспомнить волжебное слово Польша, которая начинает претендовать на существенно большую часть и экономического, и политического пирога в том ЕС, который сформируется там через 2-3 года. Польша вполне может уже в ближайшие 2-3 года бросить вызов Германии в качестве лидера Европы. А в чем это будет проявляться на практике? К Польше, которая вдруг станет лидером Европы, как это может поменять всю Европу? Это очень просто. Польша – это государство, которое может существовать только в условиях милитаризации того пространства, которое оно контролирует. Польша становится главным центром размещения, прежде всего, американских сил. Польша становится центром нового глобального проекта геоэкономического и геополитического, который у нас называется «Междуморье». То есть это полоса, интегрированная на базе польских возможностей в области энергетики от Балтийского до Черного морей в Польшу. В Польшу, естественно, за относительно дешевые энергии идут инвестиции в промышленность. Польша легализует как часть энергетического баланса Европы на основе своих политических возможностей уголь. И вот тогда, тогда уже Польша будет совершенно по-другому разговаривать с Еврокомиссией. Вы помните, как Еврокомиссия давила на Варшаву по ряду политических и социокультурных вопросов? От ЛГБТ до абортов и так далее. До сих пор вроде давит штрафы вот эти. Да, и лишала там грантов со стороны ЕС. А вот дальше это будет невозможно. Польша хочет сохранить свое положение как лидера в получении инвестиций со стороны Европейского Союза, со стороны общеевропейских органов. Она этого добьется. А я хотел бы еще тогда обратить внимание на поведение стран-экспортеров. Они же, получается, сейчас могут диктовать какие-то свои условия и таким образом усиливаться. Та же Саудовская Аравия, которая не принимает Байдена, который хотел там на поклон к ним приехать и так далее. Значит, в Саудовской Аравии вообще история очень сложная. И в Саудовской Аравии торговля будет у американцев очень долгая. Я тут всем просто предложу купить очень много попкорна. Потому что если Эрдоган смог у американцев отторговать и продолжает торговаться, то уж Саудовцы по части геополитической и геоэкономической торговли Эрдогану дадут много очков вперед. Главная проблема экспортеров нефти в том, что между ними существует огромное количество противоречий, которые не столько связаны с их нефтедобычей, а с нефтесервисными функциями. Ну, например, какие компании с какой национальной принадлежностью осуществляют георазведку? Кто транспортирует эту нефть? Кто страхует эти транспорты? Вот эти сферы, которые выстроены вокруг... Ну, они это западные страны в основном делают? Конечно. Вот эти сферы, которые выстроены вокруг стран-экспортеров углеводородов, они, собственно говоря, и создают ту систему противоречий между странами, как добывающими странами нефть и газ, которую потом можно очень легко использовать, отторговывать, играть на повышении и понижении цен. Мы не должны забывать, что главная масса до самого последнего времени, например, нефть торговалась именно за доллары. Поэтому любая баррель нефти – это был вклад в возможность дальнейшей эмиссии долларов. Поэтому здесь все очень неоднозначно, и в действительности у Запада есть огромные возможности манипулирования сферой энергетики. А что касается России, вот из последних событий сообщают, что Канада согласилась отдать турбины Германии. Таким образом, получается, что какие-то довольно-таки жесткие наши действия в итоге приводят к тому, что находим мы понимание у наших бывших партнеров. Как вам кажется, как дальше будет это развиваться? А дальше будет развиваться очень просто. Это, кстати, возвращение к вопросу о том, осознали ли западные элиты или нет сложность ситуации в области энергообеспечения. Ну вот действительно, ввели санкции против России, не отдают турбины абсолютно в соответствии с санкциями, а выяснилось, что очень страдает Германия по этому поводу. Начали отыгрывать назад. Это что означает? Что люди до конца не понимали последствия принимаемых решений. Да, действительно, мы должны сказать, что сейчас в европейских элитах такой новый подход. Они хотят против нас самовыводить и поддерживать только те санкции, которые будут вредить нам. А те санкции или проявления санкций, которые вредят в том числе и им, они будут так или иначе обнулять, отменять. У них этот замечательный термин используется – изъятие санкций. Но я хочу в данном случае спросить, а оно нам надо, чтобы санкции были только наносящие ущерб нам? Или нам нужны, уж пусть будут такие санкции, которые будут вредить и нашим замечательным западным партнерам? Здесь нам тоже нужно кое о чем подумать. Профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий Встафьев. На фоне разворачивающегося энергетического кризиса мировая торговля нефтью и газом претерпевает коренные изменения. О них мы будем говорить подробнее после короткого перерыва. Конфликт интересов С Сергеем Корнеевским Итак, энергетический кризис радикально меняет мировую торговлю нефтью и газом. Основные страны-экспортеры ресурсов меняются рынками. Традиционные поставщики для Европы полностью перенаправляют потоки в Азию. Так, по заявлению Путина, Россия сосредоточится на наращивании инфраструктуры для диверсификации экспорта газа и нефти на юг и восток. Между тем, на Запад, на Евросоюз в частности, переориентируются ближневосточные и африканские производители. Перспективы открываются также для Венесуэлы и для Ирана. Отдельно об этом поговорим. И все это вместе обсудим с Сергеем Правосудовым, генеральным директором Института национальной энергетики. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Сергей Александрович, мы обсуждаем энергетический кризис с точки зрения продавцов энергоресурсов. Для них это выгодно или какие-то риски тоже есть? Ну, смотря в какой период мы рассматриваем. Если рассматриваем краткосрочный период, конечно, выгодно. Подавцы энергоресурсов получают больше денег. Но временно это же убивает спрос, потому что нужно понять, что, допустим, человек, который платит за отопление, за электричество, и у него счет вырастает в два-три раза. Что он начинает делать? Он начинает думать, как экономить. Он начинает думать, может быть, на что-то другое перейти. Поэтому начинает расти употребление дров, угля, мазута. Соответственно, растут на эти товары. Потом начинается дефицит. Если мы вернемся к продавцам энергоресурсов, ведь наверняка страны и руководители энергокомпаний понимают, что таким образом в конечном итоге спрос-то упадет. Можно ли что-то сделать, чтобы сбалансировать рынок? – Спрос уже падает. Это отмечают все. Во всех сегментах абсолютно, и в энергетическом, и в промышленном, и в потреблении населения – это просто неизбежность. А в другом никак не бывает, к сожалению, это так. И поэтому действительно все заинтересованы в том, чтобы как-то рынок выравнивался. Для этого и существуют долгосрочные контракты. Для этого существуют еще нефтяные привязки. Когда берутся не просто вот эти скачки газа, цены на газ на биржевых рынках, а привязываются к ценам на нефть, которые, в принципе, сам рынок больше, и он не так сильно колеблется, как газы в последнее время. Если смотреть на азиатский рынок, то там, например, больше 50% объемов сжижно-природного газа, они привязаны к цене именно к нефтепродуктам, к нефти. И он в данном случае более стабилен. А в Европе, наоборот, больше 50% рынка – это привязка к биржевым контрактам. Поэтому те вот безумные биржевые цены, которые мы видим, это как раз вот то, что в основном и платят европейские потребители, что, в общем-то, плохо для них. И именно поэтому получается так, что обычно азиаты всегда выигрывают эту ценовую конкуренцию, потому что они-то докупают незначительные, условно говоря, объемы по высоким вот этим вот биржевым котировкам. А европейцы большую часть вынуждены платить именно по биржевым котировкам, но только небольшую они получают с привязкой к нефти. Именно поэтому некоторые страны в последнее время начинают просить Россию, чтобы именно больше нефтяной привязки делать. Там та же Сербия, например, которая не устает радоваться, что они имеют низкие цены на газ. Ну, то есть, условно говоря, 400 долларов, да, а не 1800. Разница очень даже существенная. Но, очевидно, в данном направлении будет и дальше какое-то движение наблюдаться, что как большей стабильности, больше долгосрочных контрактов, больше нефтяной привязки. Скорее всего, так. Но вот эти механизмы, о которых вы сейчас нам рассказываете, ведь они работали и раньше. А что случилось, почему сейчас они не смогли привести к стабилизации? Ну, почему-то европейские политики сначала, потом и компании на протяжении последних нескольких лет считали, что у них самый лучший в мире рынок, и что если они, наоборот, заставят Газпром и других поставщиков крупных, тоже Норвегию, отказаться от нефтяной привязки и перейти к биржевым котировкам, то они, наоборот, выиграют, что цены будут ниже, чем на других рынках, и они только будут наслаждаться этим, чтобы поставщики будут конкурировать за их такой чудесный рынок, они будут наслаждаться низкими ценами. И на каком-то этапе это было и правда, потому что на каком-то, ну, там, какое-то время, действительно, цены биржевые европейских котировок давали более низкую цену чаще всего, ну, не всегда, не 100%, но часто, чем цены с нефтяной привязкой. Но это все было до прошлого года, потому что в прошлом году вот это разродилось еще осенью катастрофа, когда цены пошли резко вверх, хотя никакого дефицита на рынке не было, просто были низкие запасы газа в хранилище, и почему-то трейдеры стали раскручивать ситуацию вверх, решив, что вдруг газа не хватит, вдруг зима будет холодной. Зима оказалась теплой, но цены все равно были высоки. Вот так получилось. То вот с точки зрения продавцов, Россия, арабские, африканские страны, Венесуэлы и Норвегии, учитывая то, что сейчас идет санкционное противостояние с Россией, и рынки вообще дестабилизированы, как вам кажется, там же будет какая-то еще и уже идет конкурентная борьба? А как, в чем она проявляется, и какие выгоды в этом для нас есть? Ну, с Ираном пока ситуация без особых пробуждений. С одной стороны, как бы, идет какая ситуация? У них, от санкций они как попали, да, у них шло снижение добычи. Но постепенно, за счет того, что они стали к этим санкциям приспосабливаться, лучше как бы налаживать поставки в Китай, в Индию, там, в другие азиатские страны. Они в прошлом году так вышли уже наоборот, даже на рост добычи некий, если там по нефти смотреть. Но были разговоры о том, что американцы вроде бы ослабят санкции в отношении них, но вроде бы нет, вроде бы не ослабляют, вроде бы пока не решили сделать ставку на Венесуэлу. С Ираном пока решили не торопиться. Но тут опять же понятно, потому что Венесуэла ближе к Америке, она работает в основном на американский рынок. А, соответственно, Иран ближе к Европе, соответственно, его бы не асть пошла на европейский рынок, что американцам как бы не радует их абсолютно. Поэтому в отношении Ирана они не спешат санкции ослабливаться. Да. А почему, кстати, те страны, которые торгуют с Ираном и с Венесуэлой, не боятся никаких вторичных санкций? Ну, обычно это делают через какие-то левые компании, которые, ну, на них там санкции, на мусором, компания однодневки. Ну, включил-то на них санкции еще, а завтра они открыли новую компанию, работают. То есть специально так делается. И плюс это делается, что там, ну, как будто это не иранская нефть, как будто там эти какие-то левые схемы смешивания нефти, переливания танкера на танкер в море. Ну, такое вот. Даже в море делают переливание. Ну, да, ну, как будто он какой-нибудь саудовский он становится, или там эмиратский, в таком духе. Да, ну, это прямо, знаете, какой-то остросюжетный фильм получается. Ну, это бизнес, понимаете. Если можно заработать, то почему нет. Когда на Ирак вводили санкции, они вводили нефть бензовозами в Турцию. Всякое было. Ну, мы видели это в Сирии, кстати, бензовозы. То же самое, да. Ну, так и всегда есть. А я так понимаю, что сейчас вот такие смеси, в которых есть российская нефть, пытаются санкционировать? Ну, да, потому что стали компании быстро этим воспользоваться. Ну, даже Шелла вообще публично заявила, мы будем смешивать разные сорта нефти, в том числе и российской. Если российская будет там меньше 50%, значит, это тоже не российская нефть. И когда это поняли европейцы, ну, и американцы те же самые, что как-то, в общем-то, происходит, не совсем то, на что не рассчитывали, а не давайте будем все-таки санкционировать это. Но посмотрим, опять же, к чему это приводит. Все равно это приводит к какой-то контрабанде. Просто об этом не будут говорить, вот и все, мы будем делать то же самое позже. Ну, то есть, в принципе, вы отмечали в самом начале нашего разговора, что в случае дальнейшего роста цен могут возникнуть сложности в плане того, что уже сейчас падает потребление. Насколько это может быть критично для стран-поставщиков в итоге? Ну, сложно сказать, понимаете. Пока завестить углеводородное сырье каким-то другим источником энергии в мире нереально. Поэтому это просто будет кризис, который будет так или иначе преодолен. Когда он преодолен, с какими потерями, потом будут восстанавливать добычу, будут восстанавливать потребление каким-то образом, рынки какой-то, так сказать, новый, нормальный, какие-то новые схемы. Ну, как я говорил, там, изучение, может, доли нефтяной привязки, может, еще какие-то долгосрочные контракты. Ну, как-то это будет стабилизировано. Потому что сейчас это же политическое решение. Когда вы вводите просто санкции на одного из крупнейших поставщиков энергоресурсов, потом память страдаете, что у вас растут цены, и у вас там недовольны потребители, выходят на улицу и протестуют. Ну, наверное, как-то ситуацию нужно нормализировать. Ну, это очевидно. И как-то она будет нормализован. Сергей Правосудов, генеральный директор Института национальной энергетики. Конфликт интересов. С Сергеем Корнеевским. Весь мир сейчас в напряжении следит за тектоническими изменениями, которые происходят на сырьевых рынках. Шоковые цены на газ. Очень резко и непредсказуемо меняющиеся котировки нефти. Все это началось не сегодня и даже не вчера, и это счастье долго и последовательно ковали сами себе западные, скажем так, кузнецы. Особенно отличились европейцы. Отказываясь от российских нефти и газа, они превратили свой Евросоюз в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире. И сейчас мы видим резкое снижение экономического потенциала ЕС, утрату конкурентоспособности и прямые потери для людей. Европа пытается заместить российские энергоресурсы, но это приведет к росту цен. Так ситуацию определил Владимир Путин. Сейчас страны-импортеры энергоресурсов любой ценой ищут любые источники углеводородов взамен российских. К чему уже привели эти шаги, полностью противоречащие реальности, мы наблюдаем в новостях каждый день. Ну вот в Германии, например, собираются отключать уличные фонари и закрывать бассейны. Это пока. Это сейчас. Что будет зимой, можно только предположить. О будущем для стран-потребителей сырья будем говорить с руководителем Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК Университета нефти и газа имени Губкина Вячеслава Мищенко. Вячеслав Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вячеслав Михайлович, если посмотреть на то, что сейчас происходит на энергетических рынках с точки зрения потребителей, то как все можно оценить? Ну, мы видим вот вопреки всем, так сказать, предыдущим десятилетиям попытки говорить о том, что есть картель с точки зрения продавцов. Да, но сейчас пытаются создать подобный картель со стороны покупателей. В частности, то решение или те решения, которые принимались лидерами стран Большой Семерки об ограничении покупки российской нефти и, в первую очередь, странное решение об ограничении цены или там уполовинивание цены на российскую нефть. А насколько это вообще возможно? Это очень странный шаг. Ага. А насколько это возможно вообще такое провернуть? Ну, если кратко, то это невозможно, потому что на нефтяном рынке должен быть полный консенсус. Это так же точно, как решения, которые принимаются в той же Большой Семерке или в Европейском Союзе. То есть, это должно быть какое-то тотальное решение на ограничения. А мы знаем, что прекрасно с российской нефтью работают сейчас другие партнеры. Это Китай, Индия, которые покупают все больше и больше объема. Поэтому, я думаю, вряд ли они сейчас в такой ситуации пойдут на какие-то ограничения или на сговор с западными странами. Ну, то есть, получается, те партнеры, которые не политизируют этот вопрос, находятся сейчас в серьезном выигрыше. Да, конечно. И та скидка, которая существует на российскую нефть, она очень выгодна всем нынешним покупателям. Ну, вот мы знаем, что Индия нарастила практически в четыре раза объем по покупке российской нефти. Ну, а что касается стран Запада, которые многие политизируют этот вопрос, но при этом, насколько я понимаю, не все находятся в равных условиях, да, с точки зрения потребления нефти и газа. У некоторых лучше, условия у некоторых хуже, получается. Ну, лучшие условия могут быть только у тех, где налажена логистика и есть альтернативные маршруты. Есть страны, которые находятся на континенте, глубоко, так сказать, удалены от морского побережья. И, соответственно, те же самые Венгрия, Словакия, которые очень сильно во время принятия шестого пакета санкций против России просили сделать для них исключение. Вот для них исключение было сделано, но, тем не менее, страны не равны с точки зрения логистики, инфраструктуры, потребления баланса, регионального баланса. То есть здесь очень много нюансов. А можете нам помочь составить своего рода такую энергетическую карту Европы? Вот эти нюансы, они заключаются в основном только в географии или еще есть какие-то вопросы там с газой и нефтепроводами? Да, как я уже сказал, есть география, есть логистика, существующая инфраструктура, которая позволяет принимать альтернативные объемы. Допустим, морская инфраструктура. Да, есть только страны, которые принимают трубопроводную нефть, как я уже сказал. Это вот страны восточной, центральной Европы. Но, соответственно, есть еще бедность, есть еще низкий уровень жизни. То есть не все страны Европейского Союза живут одинаково. То есть там, где идет рост цен, сейчас активный. То есть я думаю, что энергоресурсы сейчас становятся роскошью для многих из стран, в частности, восточной Европы, центральной Европы. Но нынешняя ситуация, я так понимаю, еще и с точки зрения потребителей меняет несколько положения. Раньше, допустим, были страны-транзитеры, сейчас они перестают быть транзитерами в том объеме, в каком были раньше. Зато, например, та же самая Польша, получая из Норвегии, распределяя там газ и так далее. Да, но это попытки диверсифицировать, так называемую провести диверсификацию поставок. Они продолжаются уже не первое десятилетие, в том числе со стороны властей Польши. Но я хочу сказать, что здесь, в общем-то, на Польше все не заканчивается. Есть страны, которые существенно проиграли. И если санкции будут дальше действовать, то здесь, как я уже сказал, страны, некоторые страны, Восточная и Центральная Европа окажутся вообще, по сути, отрезанными от разумных и доступных поставок энергоресурсов. Они будут тотально зависимы от одного или двух игроков. И опять же, эта зависимость будет критическая для их национальных экономик. Но при этом появятся какие-то другие лидеры, да? Экономики, которые раньше были не столь успешны, смогут неплохо зарабатывать на том, что сейчас происходит на этом кризисе? Да, но в частности мы можем взять пример той же самой Турции. Турецкие власти, в частности Эрдоган, давно уже пытаются сделать из Турции крупнейший энергетический, экономический хаб между Востоком и Западом. Ну, соответственно, вот здесь, отказываясь участвовать в этой санкционной игре, власти Турции получают значительное преимущество по транзитным поставкам энергоресурсов через свою территорию. И они будут на этом зарабатывать. Но вы имеете в виду, что они получают российские энергоресурсы через свою территорию? В том числе и российские, конечно, да. Потому что Турция не вела никакие санкции. Энергоносители, нефть, газ, продукты идут через турецкий рынок и также тоже идут в Европу. И при этом их покупают, я так понимаю, вот эти страны восточной Европы? Ну, там покупают все. Это свободный рынок, открытый. Сейчас просто высокий очень. Из российской нефти получается хороший выход светлых нефтепродуктов. Это, в первую очередь, моторное топливо, дизель и бензин, которые так необходимы Европе. И даже сейчас, несмотря на всю акханалию с санкциями, практически 50% спроса на средние дистилляты, а в частности на моторное топливо, удовлетворяется за счет российских поставок. Но когда, видимо, начнутся ограничения на поставки энергоресурсов из России, а ведь их же обещают, то есть потребление российских энергоресурсов будет снижаться, Турция какой газ и нефть будет поставлять? Ну, потребление будет снижаться официально, то есть официально власть Евросоюза и национальные власти стран Европы будут отчитываться о том, что они не покупают российскую нефть или российские нефтепродукты. На самом деле, в общем-то, доказать физически, какая нефть пришла на заводы Европы или какой дизель пришел, будет очень сложно. Потому что рынок уже много раз с таким сталкивался явлением, да, как санкции. Взять, опять же, тот же Иран, Венесуэлу и нефть и газ из этих стран, ну, в первую очередь, нефть, доходили до определенного круга покупателей. То есть здесь уже как бы это вещи, которые наработаны десятилетиями. Но имеется в виду, конечно, большие скидки в этом случае. Ну, тут сложно сказать, какая будет торговая политика. Если будет расти очень сильно спрос и будет ограничиваться предложение, то я думаю, что уже и со скидками можно будет закончить. То здесь и у России будет, у российских продавцов будет достаточно серьезное преимущество в торговых таких сделках. Поэтому, если они не смогут, я имею в виду, европейские лидеры заместить сейчас, ну, через полгода российскую нефть, а они не смогут это сделать в полном объеме, то спрос будет только расти, а предложение будет официально сужено для них. Поэтому, я думаю, что здесь у нас, ну, у российских, по крайней мере, поставщиков будут определенные козыри в руках. А как вам кажется, учитывая то, насколько сильно выросли цены, как это вообще влияет на положение Европы, да и, в принципе, на положение других стран мира, которые употребляют нефть и газ? Ну, какие-то страны будут погружаться в нищету и в энергетическую бедность, как это принято сейчас говорить, да, там, где и так, в общем-то, не жили хорошо, да, ну, я имею в виду население в целом. А если взять крупные европейские страны, там, те же лидеры, лидеров Евросоюза, Германия, Франция, то это будет тоже энергетическая бедность, население постепенно будет отказываться от определенных благ, от комфорта. Ну, к чему, в принципе, уже социальная реклама в Европе призывает, то есть там много же ограничений, которые призывают ограничить самих себя сейчас, да, потребление воды, энергии. Через какое-то время, может быть, это будет и вариант продуктов питания какой-то и так далее. То есть здесь, в общем-то, фантазия будет, я думаю, буйно так действовать здесь в рамках Евросоюза. А как вам кажется, сколько им нужно будет поддерживать вот эту вот политику отказа от всех удобств и от питания и от какого-то комфорта, пока они не придумают какой-то выход? И что это может быть за выход? А я думаю, что выход-то никакой они не придумают, потому что человек везде человек. Если как бы начинать ограничивать и доходить до каких-то безумий и ограничивать там, не знаю, обычные базовые ценности, ресурсы, то здесь, наверное, речь уже зайдет о серьезных социальных, может быть, и политических потрясениях. Поэтому я не думаю, что люди будут терпеть это до бесконечности. А вот некоторые считают, что все это просто кризисный этап на время вот слома парадигмы энергетической. То есть вместо вот этих ископаемых ресурсов пытаются перейти на те, которые можно получать без вот этого транспортного плеча, прямо на месте. Какие-то, я не знаю, там те же самые батареи солнечные и так далее. Вот на ваш взгляд, насколько это соответствует действительности? Как быстро появятся вот эти технологии, по вашим ощущениям? Ну, здесь ключевое слово, в вашей фразе пытаются. Именно пытаются. Но никто еще не перешел. И энергобалансы всех стран Евросоюза в основном основаны на потреблении углеводородов. Я думаю, что это никуда не уйдет. Вот в этом смысле, я думаю, что до безумия какого-то они дойдут. Но я думаю, люди откажутся просто так погибать, ложиться и ждать, так сказать, пока придет новая эра использования там витряной или там зеленой энергетики. Поэтому я думаю, что этот процесс очень растянутый во времени. А кушать, как сказал Владимир Владимирович, хочется здесь и сейчас. Да, кстати. А вот если представить себе идеальную ситуацию, когда все решат закончить энергетический кризис, есть ли какие-то шаги, которые нужно предпринять, чтобы это произошло? Ну, этого надо бы снять все санкции, все ограничения и сесть за стол переговоров и договариваться о свободном рынке, о котором все говорили последние три десятилетия после распада Советского Союза. И мы, как, в общем-то, та сторона, которая входила в этот свободный рынок, сделали все, чтобы он существовал. Но оказывается, что правила-то как бы были не совсем правильными, да. То есть их устанавливают, но, к сожалению, с пользой только для одной группы участников. То есть, в принципе, все в руках у них? Да, конечно. У наших партнеров. У нас, у всех, да. Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК Университета нефтегаза имени Губкина. Дальнейшее санкционное давление на Россию может привести к ухудшению ситуации на мировом энергорынке. С таким заявлением выступил Владимир Путин. Он отметил, что Запад пытается заставить другие страны нарастить объем энергодобычи, но этот рынок стабилен и не терпит суеты. А уже допущенные нашими противниками ошибки, в том числе на энергорынке, нельзя исправить за два дня. И в завершении добавлю, что нынешний кризис открывает окно возможностей для перестройки мировой системы производства и распределения энергоресурсов. И в этом новом порядке у нашей страны есть возможность занять ключевое место. Без нас обеспечить доступ всех стран к дешевым, надежным, устойчивым и современным источникам энергии будет очень сложно, а может быть даже невозможно. Россия богата натуральными ресурсами и при этом наше географическое положение дает возможность работать на любых глобальных рынках, причем в интересах всех, кто разделяет наши ценности. С вами был Сергей Корнеевский. Благодарю за внимание. Энергономика с Константином Симоновым Здравствуйте, у микрофона ведущая Наталья Мамедова. В эфире очередной выпуск программы Энергономика. С нами Константин Симонов, гендиректор фунда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Давайте начнем разговор с темы о Северном потоке-1. Новости подоспели. Трубопровод, похоже, получает шанс вернуться к прежним объемам прокачки газа, но если, конечно, поставщик, то есть Россия не будет против. Европейская правда пишет, что власти Канады решили поставить такие Германии турбину для российского газопровода Северный поток-1, тем самым сделав исключение санкционного режима против России. Еще не поставили, но уже, по крайней мере, публично высказались, что ладно, пойдем навстречу Берлину. Картинка меняется. Ну, действительно, картинка меняется. Я считаю, что это хорошие новости, хотя, опять же, достаточно любопытно, в какой стилистике все это обставляется. Тот же господин Хабаковец, канцлер Германии, заявляет, что турбина не в Россию придет, а придет в Германию, хотя, очевидно совершенно, что все равно турбина должна будет быть поставлена на компрессорную станцию, портовая, и это российская территория. Но вот все время какие-то вынуждены делать оговорки, как будто Германии стыдно, что она думает о том, как ее экономика и граждане пройдут эту зиму. То есть Германия вынуждена извиняться перед Канадой. И, опять же, если бы не совсем вот этот жареный петух так уже заклевал в голову, ничего бы не было, ведь совсем недавно господин Трюдо, премьер-министр Канады, был в Баварии на саммите J7, и не было никаких вообще новостей, что канцлер Шольц вообще обсудил с ним тему газоперекачивающего двигателя, который застрял на заводе, зато канцлер Шольц с удовольствием обсуждал с ним строительство СПГ-терминала в Канаде, причем в Канаде сейчас нет ни одного экспортного терминала, один есть импортный терминал, и вот они обсуждали, как его переделать в экспортный, хотя сама Канада признает, что на это не менее пяти лет понадобится. То есть вот, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что действительно такой странный мир, что Германия фактически извиняется перед остальными странами так называемого коллективного Запада за то, что начинает думать о себе. То есть ей стыдно за это, и вот Хайбек, делая 100 извинений, тем не менее все-таки вынужден был обратиться, позвонить все-таки в Канаду и начать вопрос возвращения этого агрегата. При том, что на самом деле у компании «Симмонс» вообще есть контракт на обслуживание газоперекачивающих агрегатов проекта «Северный поток-1», и тут тоже может возникнуть такая ситуация, когда с одной турбиной, опять же, надо дождаться официального решения, потому что ремонтировать-то надо, там не одна турбина находится. Сейчас идет срок планового ремонта. Компания «Симмонс» это прекрасно знает. Было, на мой взгляд, прекрасное интервью, в кавычках, конечно, руководителя компании «Симмонс» в немецкой прессе, где он заявил о том, что мы ни в чем не виноваты, во всем виноват «Газпром», хотя, конечно, у нас есть контракт, и мы это признаем, но вы знаете, если бы мы все равно все отремонтировали, «Газпром» бы все равно все перекрыл. Вот такая примерно логика. Так вы контракт будете выполнять? Ну, вот тогда еще не ясно было. Он говорил фактически, ну, мы не можем его выполнить, но к нам не должно быть никаких претензий, потому что если бы мы его выполнили, они бы все равно газ отключили. Ну, вот такая примерно логика. И вот сейчас возникает все-таки вопрос, на что это будет распространено? Вот Канада вернет одну турбину, которая уже просто, понимаете, там ситуация какая, из нескольких газоперекачивающих агрегатов, один двигатель, соответственно, уже находится в Канаде на ремонте, и Канада его не возвращает. А остальные-то компании «Симмонс» как будут ремонтировать? Потому что сейчас идет обсуждение судьбы вот этого агрегата. А на самом деле, чтобы обеспечить полную прокачку, нужно сейчас, повторяю, провести плановый качественный ремонт всех двигателей. У нас нет возможности, потому что проект «Северный поток», мы об этом говорили, он сделан, то есть инжиниринг сделан под конкретный тип турбин. Тогда у России не было собственных газоперекачивающих агрегатов, которые способны на такую длину осуществлять прокачку газа. Северный поток-1, более 1000 километров длиной, там нет в море компрессорок. Вот «Северный поток-2», там стоят уже наши агрегаты «Ладога», так же, как на турецком потоке. Кстати, турецкий поток, вот тоже было, я помню, много таких сообщений в прессе, что вот сейчас Россия уводит турецкий поток на плановый ремонт, и он из него не выйдет. Вышли 27 июля, вышли из планового ремонта, обещали даже 28, то есть день еще сэкономили. То есть в этом плане здесь мы действуем четко в рамках своих обязательств. Там на турецком потоке тоже стоят ГПА, газоперекачивающие агрегаты «Ладога», наши, но в «Северный поток-1», еще, если инжиниринг сделан под турбиной «Симмонс», туда вы напильником не впилите какую-то иную турбину. Поэтому вот здесь Германия все-таки должна до конца довести эту линию. То есть еще, говорю, хорошие новости, потому что я являюсь убежденным все равно, хотя уже и в России меня все активнее ругают за то, что я объяснить могу свою позицию. Я являюсь убежденным сторонником того, что все равно мы должны продолжать энергетическое отношение с Европой, хотя она от этого всячески отказывается. Но, тем не менее, как мы видим, определенное все-таки здравомыслие просыпается, особенно ближе к зиме. Но в данном случае европейцы должны самостоятельно разрешить все проблемы, которые ими же самими вместе с партнерами, такими, как Канада, были созданы. Еще, кстати, давайте дождемся официального решения, потому что, вы знаете, там и украинская община там вопила в Канаде, а в Канаде довольно большая диаспора, что этого делать нельзя. И Украина, конечно, там обзвонилась везде, что совершен будет вероломный шаг, Канада вернет турбину, а этого нельзя допустить. Поэтому давайте дождемся, что эта турбина появится в Ленинградской области. Тут важный момент, Константин Васильевич. Еще раз решаю. И что Симмонс прогарантирует плановый ремонт остальных устройств. Вот это будет действительно важно. Вот вы правильно говорите. Давайте дождемся. Между прочим, плановый ремонт начинается на Северном потоке 1 в понедельник. И как бы сейчас прокачка уже по объему сокращена из-за того, что турбины нет, застряло в Канаде. Плюс плановый ремонт. А что будет, если Берлин и Канада не договорятся? Вообще, что ли, остановится прокачка или сократится до какого-то там опасного минимума? Ну, прокачка, вы знаете, она уже сокращена до 40%. Плановый ремонт означает, что планово прокачки не будет. Планово. Это процедура. Из нее сейчас, естественно, по понятным причинам сделали какое-то событие такой сенсационности. То есть в Европе чуть ли там не подается, что вероломно «Газпром» ушел на плановый ремонт. Потому что ремонт ежегодный, плановый, но как бы каждый год никто этого даже не замечал. Как это было, вот еще раз повторю, случай с турецким потоком. Никто бы и сейчас этого не заметил, если бы в Европе не придали этому вот такую окраску. Еще раз говорю, я кучу прочитал публикаций, что турецкий поток не выйдет из ремонта. Но тут ситуация, конечно, сложнее по той причине, которую мы с вами обсуждали. Поэтому ждем, ждем решения Германии. Еще раз говорю, то, что действительно, правильно говорить, 11 числа он уйдет на ремонт, это означает, что у Германии времени мало становится, потому что она должна четко для себя решить, все-таки она собирается хоть как-то более-менее нормально проходить зиму, или же действительно она намерена пустить под нож значительную часть своей экономики и граждане, потому что новостей очень много идет такого плана на тему, сколько там будет температура, многие относятся, может быть, к этому уже как-то с иронией в России, но это ведь правда, потому что, может быть, постоянно вот эти новости идут, как-то люди, может, воспринимают, уже перегружены, что там температура будет такая. Было сообщение от одной из немецких компаний, скажем так, из сферы ЖКХ, что она вынуждена будет ограничивать потребление тепла, и плановая температура будет 17 градусов в тех домах, которые обслуживаются этой компанией в Германии. Ну, то есть смех смехом, но это реалии, которые будут наступать, в общем, 17 градусов, это даже уже не 19, не 20, то есть планки-планки все время опускаются. Вот все события, которые мы сейчас с вами обсуждаем, новости, да, турбина, там реакция Берлина, попытки договориться и первые вот какие-то сигналы, что вроде удается уговорить Канаду, все происходит, вы уже затронули ситуацию в Европе. Вот на фоне вот этих вот явлений, мне очень понравилось ваше же выражение, энергетический социализм может наступить в Европе. Здесь все, включая распределение газа. Вот и тут, как бы так, знаете, в экспертных кругах, которые комментируют ситуацию в Европе, заговорили о политике энергетического эгоизма. В чем тут суть? Если сейчас Евросоюз как бы выступает сообща, шестой пакет санкций, готовится седьмой, правда, уже по утечкам будет отнюдь не такой кусачий и резкий. Как они будут себя вести, когда будет запахнет дефицитом газа? Каждый будет тянуть одеяло на себя, помогать друг другу не будут, ведь они, если их разбить на отдельные европейские страны, в разных позициях. Например, во Франции предельные цены на энергоносителей, там даже, возможно, будет национализация энергокомпаний. Ситуация разная. Как они себя поведут? Хороший вопрос. И понятно, что это будет довольно серьезным тестом на лояльность Брюсселю как центру определения энергетической политики Европейского Союза. Но я все-таки напомню, что уже несколько десятилетий Европейский Союз живет, как ему кажется, по единым правилам. И эти правила внедряются. И было, как известно, три крупных энергетических пакета, самый известный из которых третий. И это действительно были общие правила, которые привели к радикальнейшим изменениям в европейской энергетике. Вот, скажем, сейчас в Германии обсуждается вопрос государственной помощи компания Юнипер. Это часть вот той истории про энергетический социализм, о которой мы с вами говорим. А ведь Юнипер это легендарная в прошлом компания ИОН, которая заключала... Ее дочкой была компания Рургаз. Это та компания, которая заключала первые соглашения с Советским Союзом. И смысл заключался в том, что с советской стороны был гарантирующий поставщик. А с европейской стороны был гарантирующий покупатель, который брал на себя ответственность за энергоснабжение Европы, Германии в частности. Он находил поставщика, Советский Союз договаривался с ним, заключал долгосрочный контракт. И это о зоне ответственности была энергия и тепло для немецкой промышленности и населения. Европейский Союз, когда, собственно, он начал сплачиваться, стал говорить об единой энергетической политики. И вот тогда Брюссель, которого не было, конечно, когда компания Рургаз заключала первые договоры, не было как института, который всем диктует правила, он начал вступать в силу. И вот, собственно, по третьему энергопакету компанию ИОН разделили, потому что третий энергопакет предполагает, что, оказывается, нужно строить рынок. И вот сейчас я все время призываю европейцев вспомнить, что было у них самих буквально 10-15 лет назад. Под какими лозунгами все это декларировалось и к чему они пришли сейчас? То есть декларировалось о том, что нужно строить конкурентный рынок, что долгосрочные контракты – это слишком серьезная привязка к поставщику, и это не рыночно, что нужен краткосрочный рынок, который обеспечивает конкуренцию поставщиков. И в идеальном мире Европа была таким вот потребителем, за которого все борются и предлагают ему лучшие цены. Такую картинку красивую действительно нарисовали, что вот мы будем так, там, российский газ, а сколько вы? Нет, сейчас послушаем, сколько скажут американцы, катарцы, вот все борются за европейский рынок, а Европа выставляет свои условия. И вот под этим соусом начали расчленять европейские компании, потому что говорили о том, что нет, надо выделить трубу отдельно, там, добычу отдельно, все это подавалось как либерализация и создание конкуренции, что вот эти крупные гиганты, они слишком многое в себя вобрали, вот если мы их разделим, там, как колбасу разрежем на части, так называемое слово «эндбендлинг» там применяли активно, то есть разделение компаний, у нас начнется рыночная конкуренция, и мы построим рынок, то есть еще раз говорю, все то, что делала Европа, говорилось под соусом рынка, и вот теперь люди, которые все время говорили, рынок, конкуренция, конкуренция, рынок, теперь говорят, ситуация чрезвычайная, надо все национализировать, ввести механизм price cap, то есть предельных цен, вот вы упомянули Францию, там уже открыто говорится, что все будет предельная цена, компания «Электростеде Франц» национализируется, подождите, так это же те же самые люди, ну там, понятно, идет ротация, но люди-то все равно с той же самой философией приходят, которые обещали строительство конкурентного рынка, и, кстати, между прочим, я всегда говорил о том, что конкурентный рынок, хорошо, мы не против конкурентного рынка, а можно нам дать возможность честно конкурировать за того же европейского покупателя, потому что на самом деле нам этой возможности не дали, нас не пустили к конечному потребителю, а потом просто начали выкидывать по политическим мотивам, на самом деле мы много раз говорили, можно нам с тем же американским СПГ конкурировать рыночно, да мы всегда эту конкуренцию выиграем, что было бы благом для европейского покупателя, но европейский покупатель, точнее его регуляторы, напридумывали этих историй на тему, что российский газ страшен, опасен, а сейчас они говорят, что вот видите, мы же вас предупреждали, то есть понимаете, здесь кривая логика, то есть они сами устроили там Газпрому кучу каких-то тестовых задач, кучу квестов, которые он должен преодолевать, там, забрали турбину, арестовали торговые дома, арестовали газопровод в Польше, то есть делают немыслимым торговый фироп, а потом говорят, мы же говорили, что они ненадежные посовщики, вот что они творят, не хотят нам газ, а то, что вы сами создаете барьеры каждый день, это вас, конечно, не интересует и не волнует, а Соединенные Штаты, они радуются, потому что это и есть реализация, конечно, их плана, и когда они, вот, Мировое энергетическое агентство там говорит, вот, впервые в июне поставки месячной СПГ американскую превысили поставки российского труброводного газа. Да, в месячном порядке это и произошло, собственно, а рыночное измерение этой истории ККО, сколько европейцы платят за газ, как бы, и все время нам говорят, вот смотрите, цена там почти 2000 была за 1000 кубов, это все из-за России, а можно спросить, а вы помните, что было год назад? Когда начала цена расти? Она начала расти в конце прошлого лета, и никакой там еще спецоперации не было и в помине, потому что вот эта модель, так называемого конкурентного рынка, она начала давать сбои. Я еще молчу там про поводу, естественно, дискриминации газа как товара искусственного вытягивания возобновляемой энергетики, когда в Северном море чуть-чуть упала скорость ветра, это привело к сокращению выработки, тут же стали расти цены на газ, и, между прочим, они за 2000 переваливали до 24 февраля. Но об этом сейчас в Европе никто не говорит, потому что, естественно, надо бы задать вопрос, дорогие конструкторы европейского рынка газового, вот ответьте, пожалуйста, что вы настроили, что вы построили? Где ваш конкурентный рынок, который приводит к дешевым ценам? Где-то же 100 покупателя вы устроили настоящую энергетическую катастрофу своими руками? Потому что я уже много раз говорил, что это уникальный энергетический кризис, который устроен впервые в истории покупателями, а не поставщиками. И Россия не останавливала поставки ни по каким политическим мотивам, еще раз повторяю, ее постоянно вынуждают ограничивать поставки, в том числе и санкциями, пакетами и прочими вещами. То есть сами европейцы здесь себе создают дополнительные сложности. И вот тут дальше, конечно, вопрос возникает, вот как вы спросили, а как страны проагируют, появятся ли в Европе люди, которые, ну просто тут, понимаете, как в сказке одного европейца датского, кто должен сказать, что король голый, кто должен сказать, что Брюссель довелась до полного идиотизма. Эта модель не работает, она оказалась антирыночной. Вместо рынка мы начинаем строить социалистическую энергетику, нациализируем компании, вводим какое-то распределение газа по талонам. И не только газы, кстати, там это дойдет, естественно, до других видов топлива. Все, что мы говорили про климат, все теперь отрицается. Ну, по крайней мере, говорится, что на этом этапе важно Россию наказать, потом к климату вернемся. Вот. А, кстати, между прочим, крупнейший борец за зеленую энергетику был Борис Джонсон, которого тоже выгнали сейчас, а он, уже забыли, когда он, помните, он говорил, я себя хочу из Бориса в Борея переименовать, потому что у нас в Северном море колоссальные успехи. То есть все это воспринималось, может быть, кем-то как клоунада, да, когда он там выступал на конференции ООН и там лягушонка зеленого вспоминал, что быть зеленым круто. Но это не смешно было, потому что на самом-то деле энергетический кризис во многом в Европе родился именно из, как я уже сказал, из Северного моря, из британской выработки. Вот. И вот эти вопросы, конечно, неплохо было бы задать. При чем тут СВО? При чем тут Россия? Газовый рынок начал разваливаться, еще раз повторю, в конце лета прошлого года, и цены расти начали именно тогда. Что мешает европейцам? Опять же, вот Северный поток-2. Ну, это же конкурентная история. Мы об этом говорили. Там расстояние 1900 километров короче украинского маршрута. Мы все время объясняли с цифрами, что это как раз про экономику, что мы хотим построить дешевый маршрут доставки газа с новой ресурсной базы полуострова Ямала до Германии. Дайте на возможность конкурировать. Хорошо. Хочет Германия строить СПГ-терминал? Да пусть строит. Мы не можем ей это запретить. Пожалуйста, пригоняйте. Но можно сделать так, чтобы мы честно конкурировали по цене. Ну, как бы нам Северный поток-2 не запускают. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Никакой честной конкуренции мы и близко не видим. А в итоге, да, приходится платить цену. Соединенные Штаты с удовольствием продают газ по нынешней цене. Кстати, посмотрите, сколько стоит газ на ТТФе, на европейском хабе, и сколько он стоит на Хенри Хабе, американском хабе. Разница почти в 10 раз сейчас. То есть газ для Соединенных Штатов, он в 10 раз дешевле, чем для европейцев. Вот и всё. Американцы в этом плане совершенно блестяще навязывают свою выгодную себе линию европейцам, которые платят за всё это. И Бурссель является частью этой истории. Да, есть некоторые страны, которые понимают, что они могут оказаться в ловушке очень быстро. Вот Венгрия, например, министр иностранных дел заявил, что он даже ещё дальше, если мы говорим про социализм, даже про коммунизм уже говорил, что их опять в коммунизм начинают запихивать, и что Венгрия не будет участвовать в помощи своим соседям. Потому что, а какой сосед у Венгрии, например? Сербия, а дальше Болгария идёт, а газ просто в Венгрию идёт в том числе теперь через Турецкий поток, дальше Балканский поток. А Болгария, например, кто заставлял Болгарию, у которой сейчас, если вы посмотрите статистику за полностью хранилищ, там один из самых высоких уровней у Польши, который ещё много раз эту тему обсуждали, она сознательно готовилась к этой, можно сказать, диверсии по отказу закупать российский газ. А Болгария-то, она как ушами хлопала, она ни к чему не готовилась. У Болгарии один из самых низких уровней готовности к зиме. Кто её заставлял отказываться платить за газ рублями? Кто заставлял, например, говорить, что российский газ нам не нужен, я сейчас пойду в Америку, мне там дадут СПГ. Вот, кончилась его отставкой. Опять же, а Венгрия понимает, что теперь что такое? Вот, понимаете, Болгария сама натворила глупостей. Ну, кстати, контракт там, вот она могла спокойно продлить контракт, кстати, с Газпромом, который в этом году заканчивался. У неё есть альтернативный маршрут, который Россия не выводит, как я уже сказал, турецкий поток. Кто мешал, собственно, подумать о своей экономике? Болгария этого не сделала. Значит, премьера выгнали, сейчас они прибегают к Брюсселе и говорят, знаете, там у нас премьер был прошлый не очень умный, вот нам устроил, а что нам теперь делать? А можно тогда Венгрию заставить нам помогать? Потому что мы к зиме не готовы. Венгрия, естественно, понимает, что такое вот эта солидарность, и в этом участвовать не хочет. Но пока, я сейчас говорю, Венгрия не задаёт вопрос, что же вы натворили там, брюссельские чиновники и мудрецы? Наверное, сразу рассчитывать на такое отрезвление не приходится, но постепенно после такой зимы и следующей зимы, мне кажется, что такие вопросы, ну, безусловно, всё-таки должны участие европейских здравомыслящих людей появиться. И мы продолжаем нашу программу, говорим о рынке нефти и газа, обсуждаем все последние новости. Константин Васильевич, мы подошли к слову Норвегия. Запасы газа и нефти, потенциал этой страны. Почему задаёт вопрос? Европа на Норвегию очень надеется. Многие чиновники, политики намекают на то, что будет увеличена добыча, они к нам придут, они нам помогут. Правда, вот даже процитирую, забастовка на нефтедобывающих платформах у побережья Норвегии стала неожиданностью. Но Норвегия есть и остаётся надёжным поставщиком как нефти, так и газа в Европу. А в чём тут фокус? Как-то не видно какого-то гигантского поставщика в Норвегии? Что там происходит? Ну, Европейский Союз надеется на всё, и поэтому европейские политики и чиновники, они должны успокаивать население, поэтому они рассказывают про то, что альтернатив выше крыши. Если вы посмотрите новости, то сейчас вот всё, что когда-то называлось, всё пошло в ход. Всё в дело годится, потому что вы можете сказать, что сейчас точно, я вот читаю, что точно-точно будет построен газопровод из Израиля, хотя уже его 15 лет строят, и точно-точно-точно вот уже завтра начнут стройку, но теперь вот прям точно. И Алжир там обещает нарастить поставки, и газопровод из Нигерии, который тоже много обсуждается, и который близко ещё не начал стройку, но вот сейчас он точно будет построен. И, естественно, катарские проекты. Проекты, кстати, может быть, одни из наиболее реальных расширения мощностей в Катаре, но, опять же, это займёт минимум 5 лет, вот, и, то есть, эта история достаточно небыстрая. Вот, но самое, кстати, сейчас я про Норвегию, не волнуйтесь, я помню, перейду, просто там тоже интересно с Катаром, вот мы с вами говорили до перерыва на тему долгосрочных контрактов, что с ними боролись как с нерыночными. Вот теперь пришли в Катар и говорят, ну, вы знаете, что нам надо сейчас с Россией бороться, у вас же есть газ, можно расширить мощности, можно там нам пустить акционерами, можно, Катар говорит, но мы хотим 20-летние контракты. Европа, конечно, говорит, ну, как так, ну, мы же вот уже сказали, что это всё нерыночно, ну, если вам не нравится, говорит Катар, ну, походите по рынку, там, поспрашивайте, что, как, у кого, какие ещё варианты существуют. Катар, на самом деле, правильно говорит про долгосрочные контракты, просто мотивация теперь другая. Раньше почему, например, Советский Союз говорил про долгосрочные контракты? Потому что это взаимная ответственность поставщика и покупателя. Поставщик ведь вкладывает гигантские деньги в разработку газовых ресурсов, в строительство газопроводов, это целая история, которую мы до сих пор вспоминаем. Соответственно, покупатель должен прогарантировать этот спрос, но и покупатель не в накладе, потому что, на самом-то деле, у него есть гарантированный источник газа, и это гарантия на десятилетия. В этом плане Европа-то как раз начала рыть себе яму этими историями. А теперь чуть-чуть другая мотивация. Катар говорит, слушайте, а вот вы же всё время говорите, что газ, нефть и уголь – это всё архаичные виды топлива, и что вы вообще скоро станете зелёными, и возобновляемая энергетика будет доминирующей. Не произойдёт ли так, что сейчас вам нужно оперативно заткнуть дыру, связанную с российскими поставками, а потом вы нам помахаете тоже ручки, скажете спасибо за внимание. В этом плане они и говорят, что… Почему 20-летние контракты? Потому что Катар не верит европейцам, а европейцы в этом плане оказались в тяжёлой ситуации. Кстати, пришлось даже идти вообще на совершенно фантастические решения. Газ признали вместе с атомной энергетикой климатически нейтральным топливом. Это же немыслимо было ещё год назад, уже всё вроде бы, там же чётко было совершенно, что уголь первый умрёт, нефть второй, ну а газ наделяли статусом переходного топлива, но переходного на тему, что когда мы окончательно победит, уже начнёт побеждать, возобновляемая энергетика, мы газ тоже убьём. Но последним, как в голливудских фильмах говорили, я убью тебя последним. Это про газ. А теперь газ включают в климатически нейтральное топливо, начинают реабилитировать атомную энергетику, а споры там были довольно жёсткие. И, кстати, ещё будут продолжаться, потому что ряд уже стран выступили категорически против вот такого подхода, что то так, то сяк, тоже надо как-то определиться. К Норвегии. Действительно, Норвегия в этом плане воспринимается как свой, фактически, по понятным причинам, хотя, как мы знаем, Норвегия не является членом Европейского Союза, но является членом других известных организаций, что, конечно, позволяет европейцам трактовать Норвегию фактически как близких к себе производителей углеводородов, которые должны помочь. Поэтому, естественно, тема Норвегии, она активно обсуждается. Забастовка, о которой вы сказали, она действительно стала проблемой, поэтому я думаю, что премьеру Норвегии обзвонились все, другие, потому что он тут же побежал эту ситуацию исправлять. И он, кстати, сказал, что это такая очень серьезная тема с точки зрения нашей ответственности перед Европой. И, в общем, там оплатили, вроде как, оплатили работников морских платформ, собственно, решили все их вопросы, потому что сейчас получить, конечно, удар от Норвегии было бы очень обидно, поэтому там, собственно, эту забастовку быстренько-быстренько разрулили эти вопросы. Но действительно остается вопрос, насколько Норвегия способна увеличить добычу. И опять же, зеленый сюжет. Норвегия вообще очень интересная страна. Известно, что Норвегия один из мировых лидеров по числу электромобилей. То есть население там живет в очень любопытном таком внутреннем мире. Население убеждено, что надо строить климатически ответственный мир, что углеводородам там не место, что надо переходить на зеленую энергию. Они отказываются покупать автомобили на бензиновом топливе, собственно, гибриды даже и, собственно, дизель. То есть это они считают отвратительно. Но при этом Норвегия активно добывает углеводороды. Весь бюджет Норвегии строится исключительно на углеводородах. Если возьмете добычу нефти, например, подушевую, то она в Норвегии в разы больше, чем в России. Подушевая добыча. Но, собственно, вот это тоже интересно. То есть они ненавидят углеводороды, но живут за их счет. Сформировали, как известно, триллионный резервный фонд. И сейчас, естественно, Норвегия выигрывает от этой ситуации, потому что ценник растет вверх. Вопрос только в том, насколько Норвегия способна наращивать добычу нефти газа. И этот вопрос, в общем-то, довольно правильный. И, конечно, Норвегия сама признает, что палочкой-выручалочкой она не станет. Да, Норвегия крупный. То есть Норвегия давно входит в тройку крупнейших поставщиков газа в Европейский Союз. Это давно и хорошо известно. Но вопрос же не в том, сколько газа сейчас добывает Норвегия. Вопрос в том, что она способна производить в будущем. Тем более там довольно сложные проекты, которые даже в этом году без всяких забастовок уходили на длительные ремонты. Там есть сложные СПГ-заводы с довольно непростой системой и производства нефти, и сжижения. Так что здесь говорить о том, что Норвегия вытащит и возьмет на себя все проблемы Европы, конечно, не приходится. Там главная проблема – это слабая ресурсная база. Кстати, вот поднималась недавно тема того, что, помните, было давно заключено еще, когда Медведев был президентом, соглашение о разделе в Баренцевом море, территории между Россией и Норвегией, вот сейчас мы намекнули о том, что мы можем отказаться от разделения, проведения границы морской.